Сейчас я вам покажу, как угоняется аккаунт YouTube без знания пароля и двухфакторной авторизации. Открываем Firefox, удаляем все кэш и куки, чтобы все чистенько было. Заходим на YouTube. На YouTube у нас авторизация не сделана, заходим в свой аккаунт. Нужно подтвердить на телефоне вход. Подтвердаем, зашли. Вот теперь мы находимся на YouTube. У нас тут видно, что у нас есть авторизация. Теперь что мы делаем? У меня стоит плагин cookie editor, в котором сохранены все-все-все истории с авторизацией. Мы просто нажимаем экспорт, экспорт JSON. Копировали. Открываем Яндекс браузер. Вот в Яндекс браузере тоже. Чистим все куки и кэш. Отчистим. То есть у нас все авторизации, все-все-все, тут только что было удалено. Дальше мы переходим на YouTube. Смотрим справа сверху. Справа сверху мы видим, что никакой авторизации нет. Теперь открываем также cookie editor. Удаляем все куки. Нажимаем импорт. Вставляем куки из прошлого браузера. Импорт. Обновляем страницу. Вот и все. Нам не нужны никакие дополнительные авторизации. Нужны никакие смски. Все вот так вот работает. Просто воруется один текстовый файл и доступ к вам готов. Поэтому те, кто куки не чистит, можете заранее попрощаться со своими аккаунтами. Сейчас посмотрим еще один пример на примере Яндекс почты. Почистим все и закроем. Тут тоже почистим все. Переходим на mail.yandex.ru Тут у нас вообще супер. У нас тут по QR-коду мы можем зайти. Нажимаем выбрать. Вход по QR-коду. Без QR-кода попасть в почту невозможно. Ищем наше приложение. Сканируем QR-код. Вот мы зашли на почту. Там двухфакторная авторизация, коды подтверждения. Там все есть. Делаем все то же самое. Экспорт. Открываем Яндекс браузер. Чистим куки. Переходим в почту. У нас в почте мы не залогинены. Открываем куки-эдитор. Удаляем все куки. Импорт. Вот и все. И не нужна ваша симка. Не нужны ваши двухфакторные авторизации. Нужно просто, чтобы вы не чистили куки на компе. И у вас все ваши данные хранятся в текстовых файликах. Вот в таких, как я вам показал. Вот такие вот они. Вот они. И они просто лежат у вас как текстовые файлы. Любой вирус, который заражает ваш компьютер, просто забирает куки-файлы ваши и все. И вы теряете доступ к каналу, к почтам, к чему угодно. Кроме, наверное, банковских приложений. Потому что... Ну, банковских сайтов. Потому что у них постоянно сбрасываются куки. У них они постоянно обновляются. То есть там вариантов почти никаких. А вот эти все сервисы, почты, все каналы, они все доступно лежат в текстовых файлах. И когда вы не чистите их, а чистите их легко, в конце дня нажимаете Ctrl-Shift-Delete. Открывается вот такое окошечко. Здесь вот у вас по умолчанию стоит за последний час. Выбираете за все время. Проставляете здесь все галки. Нажимаете очистить. И после этого Ctrl-W, Ctrl-W, Ctrl-W. Все. У вас все вкладки закрыты, вы закрываете. В Firefox тоже самое. Ctrl-Shift-Delete. Здесь по умолчанию у вас стоит за последний час. Просто выбираете все. И просто нажимаете удалить. И все. Если мы удалили все кухи, обновляем страницу. Все. У нас нету никаких файлов на компе. Поэтому он сразу разлогинивается. Вот. Для Windows есть приложение CCleaner. Рекомендую вам его поставить. Для Mac есть MyMac. CleanMyMac. Вот такое приложение. Просто его открываете. Smart Scan. Он начинает искать всякий мусор, всякие истории. Нажимаете Start. Завершить. Вот он находит мусор. Это не обязательно все куки. Это может быть любой мусор другой. Какие-нибудь обновления. Там может лежали старые какие-то резервные копии. Еще что-то. Он находит и удаляет это с компьютера. Ну, в том числе и куки. Куки только находится вот здесь в приватности. Приватность. Старт. И он смотрит все объекты. Вот. Мы смотрим список недавних объектов. В Firefox есть 6 объектов. И в Safari есть. Вот. Wi-Fi сети забывать не надо. Потому что он все пароли заново спросит. Права доступа тоже не надо. Вот список недавних объектов. В Firefox и Safari нажимаем удалить. Он просто подчищает все следы от работы. И все. То есть ваш компьютер в безопасности. Даже если он заразится каким-нибудь вирусом. То не все данные сможет получить хакер. Но в целом лучше в конце дня чистить куки кэш с компьютера. И пользоваться менеджером паролей. Вот как у меня это сделано. То есть я открываю. Хочу куда-то зайти. У меня стоит Bitwarden. Менеджер паролей. Вот. Я просто захожу на какой-нибудь сайт. Он у меня здесь в углу. В правом верхнем углу. Уже показывает, что у меня есть 3 сохраненных логина здесь. Все. Просто я нажимаю Войти. Нажимаю на эту иконку. Выбираю логин, который мне нужен. И захожу. Я не ввожу пароль руками. Я не запоминаю пароли. Даже если мне поставят пушку к башке. И скажут. Говори пароль от YouTube канала. Я скорее всего меня застрелят. Потому что я его не знаю. У меня огромные пароли от 30 символов. И больше со спецсимволами. Со всем. Вот они все хранятся у меня в специальном менеджере паролей. Поэтому как бы паролей своих я сам толком и не знаю. То есть у меня все в менеджере. Каждый раз. Ну или не каждый раз. Раз в полгода примерно. На важные сайты я эти пароли меняю. Куки постоянно чищу. И у меня проблем таких нет. С тем чтобы у меня какие-то вирусы появлялись на компьютере. И что-то у меня крали. У меня ходили какие-то аккаунты, каналы и еще что-то. Поэтому имейте в виду.